Аграрное производство в Ульяновской области набирает обороты. Даже по югу региона есть фермеры, которые сегодня имеют желание увеличивать свои наделы. Например, Виктор Арзамасов. Его поля дают неплохой урожай подсолнечника, ячменя и пшеницы. Говорит, готов расширяться. Смотрите, какая густота. Всё хорошее. Вот они, головки ровненькие, правильно, как калиброванные. Видите? Все ровно в ряд идут. Так что, если будем расширить, так-то мы Россию накормим. Рядом с этим полем 40 гектаров брошенных земель. По новому законодательству, если они не обрабатываются в течение трёх лет, их выставляют на аукцион. Я не думаю, чтобы цены на сельхоз земли стали более такими высокими. Я считаю, они будут более прозрачными и представляются именно тем людям, которые работают. Не обрабатываемых земель по южному краю области насчитывается 30 тысяч гектаров. Вернув их в оборот, можно весомо пополнить региональный фонд зерна. Нужно смотреть гораздо шире. Ведь речь идёт сегодня о продовольственной безопасности страны. Земля должна работать и должна приносить пользу крестьянам, а не пустовать и не зарастать бурьяном и деревьями. В полную силу новый закон вступает с 1 января 2017 года. А результаты работы мониторинговых групп, в том числе и Ульяновской, войдут в доклад для главы государства. Дмитрий Емельянов, Вести Ульяновск, из Николаевского района.